Покажу, как выкрутился из почти проигрышного положения. У меня там был вот этот перевес очень большой, белый был. Он несколько зевков сделал. Он тоже мог выровнять почти. Моему шаг показывал, что это ничего хорошего. Но я его шагами напугал, видя. Вот, он тут рукавой и ошибка сделал. Теперь после этого. Вот, четко шел, как по компьютеру, как говорит. Я не погнался за пешкой, хотя соблазнительно было это пешкой. Мог погнаться. Если думал, погонюсь, так он потом меня начнет шаховать. А тут королевой пойдет, потом еще где-то начнет. Поэтому я не дал возможности ему шаховать. Он тут идет. И теперь он сдался. Потому что ему ничего нигде не остается выбором. А тут бьет, тут бьет, тут бьет, тут бьет, тут бьет. Тут бьет, тут не бьет. А тут тоже бьет слон. Тут бьет, тут бьет, тут бьет, тут бьет, тут бьет, тут бьет. Ему единственное только слоном защититься. И опять ему шаг делаю, а и мат даже, он даже сдался, потому что вообще ему нет где ходить. Я думал, что он где-то уйдет, и я короля у него возьму, а тут даже мат ему. Вот еще всю игру покажу. Тут я ошибку сделал, не нужно было тут идти. Тут я выигрывал, потом вот ко нём подойти была ошибка, видимо это такой необычный ход, его запутал. Тут он выигрывает, мне вот единственный ход нужно было тут защитить эту пешку, после этого хода я проморгал, все теряется. Он бьет вот этим слоном потом, и на короля, и на башню. Вот какая у меня, какой минус глубокий. Тут можно было бы сдаться, но мне показалось, что тут у меня есть выигрышная позиция, поэтому я не знаю. Ну не выигрышная, но что тут можно мат быстро построить таким вот. Ну тут казалось, что нужно вот королеву идти, вот компьютер говорит, что тут, и вот он слона бьет, если он башню может спить. Да же. Потом рокируюсь, а тут идёт. Ну и он с башней в плюсе был бы. Ну тут понятно, что если я тут подойду тогда, нечего смысла, а так есть надежда ему тут шаг построить как-то мат, потом вот конём. Поэтому я на это рассчитывал. Вот я тут пока подошёл на это, вот ещё мои шансы снизила на самом деле. Вот тут конём он под... нет, он сбил, но нужно было конём идти. Теперь он теперь мне... моя очередь. Теперь я ему бью пешку. Он вот ошибку сделал. Думал наверно этого слона выпустить. Нужно было просто наверно ему хотя бы конём сбить. А не. Я думал конём он сбьёт. Так ещё хуже. Так ему мат. Не мат, но почти мат. Только он правильно, что конём не сбил. Но ему нужно было хотя бы башней куда-то идти. Тут, например. Да, вот я бью. Он может сбить. А нет, так он не мог сбить. Ну, пусть он бьёт. Ну, тут... И мат. А не мат. А я бью ему кровью. А потом... Он мог башню выйти, но он почему-то пешки пошёл. И это очень нехороший ход его был. Тогда уже сравнялась почти позиция. Но тут всё-таки догадался пойти. А тут как бы на этого коня напал. Но он был ещё защищён. Королевый. Поэтому ему тут особо ничего не угрожал. Жалую мог бы тут и побыть. Вот он тут по нашёл. А тут. Надо было тут идти. А тут. А тут. Вот. Вот так мог бы быть. Тут по нашёл я ему шаг. Хотя это её ошибка. Но там... Вот он... Тут если бы по нашёл бы всё было бы... Хорошо, видимо побоялся вот этого шага или чего-то. Вот это рукавая ошибка его. Я тут точным ходом вот этого коня сбил. Ему бить не надо было тут идти. Тут все равно уже мат. Он сбил. Я шаг. А тут. А тут. А ему вот тут еще оставалось место. А то бы ничего не решило. А он тут. Тут. А тут. А тут. А тут. А ему мангрызит. А тут. А тут. Адью. А там сбил. А тут. А тут. А тут. А тут. А здесь. А он тут. И даже не дождался. А там. А когда я сбил эту пешку. Потому что видел. А понял, что кроник где идти не может. И когда тут заблокировал. Хотя мог бы не увидеть этого решения. Мог бы, например, соблазнить этой пешкой. Продолжение следует...